Медико-психологическая реабилитация Медико-психологическая реабилитация Медико-психологическая реабилитация Медико-психологическая реабилитация который уже много лет работает с проблемами очень тяжелыми, за которые боятся браться даже психологи, потому что не владеют тем инструментарием, который она смогла разработать в течение 20 лет, она работала над этим инструментарием для того, чтобы помогать людям, которые перенесли травмы различного характера, психологические травмы, включая жестокое насилие, физическое, эмоциональное насилие, депривацию. И в результате вот такой работы своей она презентовала нам метод, который она обозначила как метод Мюррей, который позволяет не только познакомиться с теоретической моделью, но и увидеть, насколько эта теоретическая модель ориентирована на практику. То есть эта модель имеет очень много инструментов, которыми мы можем работать на практике именно с людьми, будь то дети, будь то взрослые люди, которые пережили травматический опыт. Я несколько в затруднении сейчас нахожусь, потому что я училась этому методу, и я очень рада, что здесь присутствует несколько моих коллег, которые знакомы с этим методом, которые проходили разный уровень подготовки, тренерской подготовки в частности, по этому методу. И все мы прекрасно понимаем, что для овладения этим методом нужна очень серьезная работа, и в первую очередь овладение методом идет на примере проработки собственных проблем. И вот поэтому вот такой способ обучения, на мой взгляд, является наиболее конструктивным, наиболее продуктивным. Ну, известно, что те люди, которые посвящают себя, психологи, которые посвящают себя практической работе, и в частности, помощи другим людям, они должны на своем опыте проработать многие проблемы, свои личностные. Никто из нас не гарантирован от того, что этих проблем у нас нет. Мы никакие-то особенные, поэтому, безусловно, когда мы прорабатываем теми инструментами, которые нам предлагаются, и свой личный опыт, а в опыте каждого из нас, я уверена, на 100% есть травматический опыт, ну, может быть, разные как бы степени травматизации, но когда мы прорабатываем это на своем собственном опыте, учимся на своем собственном опыте, это оказывается гораздо более продуктивным. Поэтому я сейчас нахожусь в затруднении, потому что материал огромный. И, конечно, за время нашей публичной лекции, понятно, я вас могу познакомить только с самыми азами, что называется. Но я для себя поставила такую цель. Сегодня просто сформировать, может быть, у некоторых из вас, некоторую мотивацию на то, чтобы продолжить свое образование именно в этом направлении. И дело в том, что мы вам можем предоставить такую возможность, и в нашей лаборатории работают люди, которые являются тренерами, которые могут проводить циклы тренерские для тех, кто хочет освоить этот метод. И в конце вот этой презентации в PowerPoint будут даны координаты, как записаться к нам на такие тренинги, на группы, которые мы время от времени организуем, с тем, чтобы вы полностью смогли удовлетворить свой интерес, который у вас, я надеюсь, сегодня появится к этой теме. Итак, ну давайте начнем вот с чего. Дело в том, что если говорить о такой теоретической модели, то эта теоретическая модель в себе воплотила много направлений в психологии. И в частности, то направление, которое реализуется психоанализом, и за единицу анализа там, за единицу анализа берется эмоциональное страдание. Вот здесь можно сказать, что данный метод, он реализуется в рамках психоаналитического направления, но в себе воплощает и другие методы. Ну, наверное, вы просто уже люди подготовленные, и сами увидите, что какие-то элементы взяты из НЛП, какие-то элементы взяты из других направлений психотерапевтических, и роджеровских, и Вирджинии Сатир. Кстати сказать, Мюррей была знакома с Вирджинией Сатир, и очень разделяет все ее теории относительно семьи, относительно воспитания в семье, релевых моделей и так далее, и там подобное. И в частности, если вы знакомы с таким направлением психотерапевтической работы, как психосинтез, многое тоже взято из этого направления психосинтеза, но все эти инструменты, вроде бы похожие, они синтегрированы для того, чтобы решать вот ту самую проблему, которая заявлена. Терапия последствий детских травм, депривация и насилие. Так вот, вспомним, что рождаясь у человека, человек рождается с витальными так называемыми потребностями. Представлены они в этой теории как такая пирамидка потребностей, на которых вообще строится жизнь, ну, ребенка, начинаем, так сказать, с этого периода. Потребность безопасности. Интерпретируется это как потребность физической безопасности. Но это и понятно, да, ребенок, рождающийся младенец, он не может выжить без участия взрослого, и взрослый обеспечит только, может, ему вот эту безопасность. Защищенность. Что здесь имеется в виду под этой потребностью? Имеется в виду эмоциональная защищенность. Все вы тоже прекрасно знаете, какие следствия бывают из того, когда ребенок не получает достаточного эмоционального отзвука от взрослого, явления госпитализма, с которым вы все знакомы и так далее. В общем, защищенность – это тоже является одной из таких витальных потребностей. Стабильность. Что здесь имеется в виду? Стабильность внешних условий. Вот видите, мы переходим с внешних условий на внутренний, внешний и внутренний. Стабильность – это внешних условий. И вот, наверное, может быть, кто-то из вас, имея детей, обратили внимание на то, что дети очень консервативны относительно еды, относительно одежды, каких-то своих предпочтений и так далее. То есть вот эта стабильность, она действительно является вот такой нуждой ребенка, которую тоже должны обеспечить взрослые. Среда, в которой ребенок живет. Постоянство. Имеется в виду постоянство в отношениях. И все вы знакомы, конечно же, с теорией Личко. И знаете о тех видах родительской позиции, которые некоторые из этих видов бывают продуктивными для развития ребенка, некоторые непродуктивными, как, например, такое противоречивое воспитание и так далее. К чему это приводит? К невротическим расстройствам, пограничным состояниям и так далее. Так вот, если вот эти основные витальные потребности удовлетворяются, то появляется ощущение у ребенка, что он контролирует то, что вокруг него происходит. И вот эти все вещи, относящиеся к витальным потребностям, они обеспечивают выживание ребенка, а в дальнейшем и такое психологическое благополучие уже взрослого человека. Так вот, перейдем к следующему такому понятию, которое является ключевым в этом методе, которое представлено такой субличностью, которое названо естественный ребенок. Давайте посмотрим, что же подразумевается под естественным ребенком. Это вот тот самый ребенок, личность которого является такой еще неразделенной, целостной. Это ребенок, которому даны таланты от природы, здоровые реакции и так далее. В естественном ребенке, вообще, когда мы это в теории проходим, то понимаем, что эта субличность, она имеет как положительные, так и отрицательные характеристики. Вот, ну, отрицательно можно отнести такие, как нетерпение, такой некоторый эгоизм, который вот ребенок выдает. А с другой стороны, это творчество, с другой стороны, это искренность, и много позитивных таких черт, которыми обладает естественный ребенок. Дело в том, что в методе Мюррей очень активно используются приемы арт-терапии. И наши подопечные, они пытаются каким-то образом увидеть в себе тоже естественных детей и пытаются их нарисовать. Вот некоторые рисунки я вам покажу, которые рисуют взрослые люди, обращаясь к своему естественному ребенку. И это очень важно, очень важно не терять вот это вот чувство, которое связано с творчеством, с такой чистотой, с открытостью. Вот, видите, как вообще нежно на этой руке младенец лежит. Это сразу вот вызывает определенные ощущения, которые характерны для вот этой субличности. Вот эта совершенно замечательная гармония. Вот, прекрасный рисунок. Тоже, который действительно отражает вот это впечатление от этой субличности. Вот, но потом переходим мы вот к чему. Естественный ребенок, конечно же, живет не в идеальной среде. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что многие родители не готовы к родительству. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, с очень травматичными событиями жизни, связанные с природными стихиями, с несчастными случаями и так далее, и тому подобное. То есть, вот этот естественный ребенок, неразделенный, как бы целостный ребенок, по мере того, как ребенок погружается в социальную среду, он может переживать различные, уже негативные состояния. В результате получения травм, какие бы они ни были, эмоциональные травмы или физические травмы, оскорбления, вот то, что вы видите, пренебрежения, болезни, которые тоже ребенок переживает не только на физическом, но и на эмоциональном уровне. Утрата любимых, постоянные стрессоры, которые могут быть в дисфункциональных семьях. Вот наша лаборатория занимается проблемами зависимостей, зависимости не только химических, зависимости эмоциональных, поэтому мы знакомы с таким видом дисфункциональных семей, как алкогольные семьи. И там представленность всех вот этих травматических ситуаций очень высокая, очень высокая. И не проработав потом проблемы, связанные с детскими травмами, человеку, даже вступившему, человеку химически зависимому, вступившему на путь выздоровления, очень бывает трудно сохранить свою трезвость. Так вот, когда естественный ребенок подвергается вот таким влияниям, то образуется новая субличность, которая присоединяется к естественному ребенку. Это плачущий ребенок. Плачущий ребенок, который, естественно, несет в себе очень большую эмоциональную боль, которая сопровождается вот с этими событиями, о которых я говорю. И это такие чувства, как и страх, и печаль, и обида, и гнев, и одиночество. И беспомощности можно очень много перечислять таких чувств, которыми наполняется вот эта вот субличность. Субличность плачущего ребенка. Вот как рисовали своего плачущего ребенка люди, которые прорабатывали свои проблемы. Вот, очень такие трогательные рисунки, и которые действительно еще и текстом сопровождались. Именно вот теми ощущениями, которые сохранил этот плачущий ребенок в силу разных событий, которые происходили в жизни этих людей. Здесь и боль, и ужас, и вот эта загнанность в угол, и беспомощность, и так далее. Очень такие впечатляющие рисунки. А вот другой рисунок. И название очень маленькое, парализованное. Крыса за несколько минут до смерти. То есть это уже человек на грани вообще суицида. И вот этот плачущий ребенок настолько в нем большой, настолько он разросся, что уже часто бывает просто человеку не в моготу жить с этим. И вот этот плачущий ребенок.